Спасибо, Татьяна. Добрый день, уважаемые коллеги. Хорошо ли меня слышно и видно? Зажигайте костры. Я надеюсь, все хорошо. И вот, вижу, отлично. Я начала нервничать. Спасибо большое. Действительно, я всегда вела вебинары по новинкам нашего издательства. И сегодня у нас такая необычная встреча, такая внеплановая, но очень важная. Сегодняшняя встреча, сегодняшний вебинар посвящен проекту по созданию книг для среднего профессионального образования. Эти книги, разумеется, по издательскому дому Директ Медиа. Мы приняли решение сделать отдельный вебинар не просто так. Ежемесячно мы, рассказывая о книжных новинках издательства, включаем, разумеется, книги для СПО в этот пул представления. Однако эти книги заслуживают отдельной презентации, поскольку уровень, на который мы подняли этот проект, выделив книги СПО в линейке серии книг по специальностям, он становится все выше. И, конечно, надо было бы начать именно с того, что у нас есть в общем, чтобы потом, услышав о новинках, просто понимать всю картину и понимать, что это всего лишь добавление к уже существующему массиву книг для среднего профессионального образования. За последние два года интенсивной работы, действительно интенсивной, вот в ходе вебинара вы поймете, почему, нам удалось проработать следующие отраслевые направления. Вы видите на слайде их, это естественные науки, технико-технические науки, инженерные, медицинские, социальные, гуманитарные науки, исторические науки. Я хотела бы вам рассказать по каждому из этих направлений, начнем с естественных наук. В этом направлении мы уделили внимание таким дисциплинам, как концепции современного естествознания, экология, экология среды, экология и рациональная природа пользования, оценка воздействия на окружающую среду, экологический мониторинг, картография, теория вероятности, математическая статистика и случайные процессы, математика, алгебра, линейная алгебра, начертательная геометрия, техническое черчение, физика, квантовая механика, химия и органическая и неорганическая, биология, дендрология. В общем, вот все эти дисциплины мы охватили. Большинство книг, предназначенных для изучения студентами СПО, имеют в нашем издательстве серийный дизайн обложек. Их легко увидеть в общей линейке учебных книг издательства. Я даже вот принесла несколько таких реальных книг, не только то, что вы видите, хотя это тоже фото из нашего каталога, с нашего сайта, и это действительно тоже обложки реальных книг. Вот на самом деле действительно это книги по СПО, и вы видите у них дизайн обложек, он с таким ярко выраженной направленностью на среднее профессиональное образование. Это сделано, разумеется, не случайно, хотя есть многие книги, которые подходят не только среднему профессиональному, но и высшему образованию. И мы, конечно, не исключаем вот этого, вот этой коллаборации, только обогащаем наш контент СПО, и еще и дополнительной литературой, которая может быть направлена и на высшее звено. Вот что касается естественных наук, то мы охватили следующее направление и специальности. Я вынесла все это в презентацию, вам не обязательно запоминать, слушать, фиксировать. Я разрешаю эту презентацию забрать, чтобы в спокойной обстановке потом все внимательно просмотреть. Вот что касается естественных наук, то вот следующее направление и специальности, вы их видите, водоснабжение, водоотведение, лесное хозяйство и так далее, и так далее, математика, механика, экономика, управление. Все это мы охватили. Более того, у нас существует каталог, каталог прайс, где для удобства библиотекарей, комплектаторов мы обязательно выделяем в каждой книге все возможные направления, дисциплины, специальности, которым она подходит. Потому что, да, конечно, есть фильтры, но книг такое количество. По СПО у нас уже более пяти сотен книг, и, конечно, разобраться сразу, охватить и что-то не упустить, это довольно сложно. Поэтому я вам показала, что в естественных науках вот есть такие у нас специальности и направления. И так я буду по каждому рассказывать. Например, техника и технические науки, это следующее направление, тоже имеет большой пул направлений, специальностей. Книги вы видите разные. Здесь есть учебные пособия, которые действительно только для СПО, есть которые более широкие, и мы не гнушаемся их включать в общий каталог, потому что это очень и очень важно. Вот по технике и техническим наукам мы подготовили по таким дисциплинам, как организация аварийно-спасательных и противопожарных работ, нефтегазопромысловое оборудование, компрессоры газотурбинных установок, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и хранилищ. Буквально позавчера на вебинаре я представляла новинки по этой дисциплине. Электроснабжение, электроэнергетические системы и сети, электротехника, энергетика, основы безопасности труда, электрические станции, подстанции, электроника и радиотехника, программирование, информационные технологии в профессиональной деятельности, программирование и алгоритмизация, языки программирования, компьютерный дизайн. Вот по этим дисциплинам мы подготовили книги для СПО. Что касается технических наук, то мы здесь охватили такие направления и специальности, что зачитывать я, разумеется, вам не буду, я просто вам покажу какой-то огромный перечень. То есть найти там книгу, которая вам нужна, не составит никаких проблем. Обязательно она там будет, и даже не одна. Так, минуту. Вот, видите, это, конечно, лидер по охвату специальностей. Здесь и монтаж, и защита в чрезвычайных условиях, и электроэнергетика. Вообще специальность 13-00, 13-01, 24-е, касающиеся авиационной и ракетостроительной техники. Космической техники. Все, что касается электричества, информационной технологии, прикладная информатика, программирование. Не буду так заострять внимание. Просто вы посмотрите, это абсолютно все те специальности, по которым мы подготовили книги. То есть они у нас есть. И Татьяна говорила, что это сюрприз, но хочу вам сразу о нем сказать. В конце вы сможете весь наш каталог взять и убедиться в этом самостоятельно, что все эти специальности нами проработаны, и книги по ним действительно есть. Вот, пожалуйста, огромный массив, огромный. Я надеюсь, что у вас будет время его изучить. Обратите внимание, что это очень узкие направления. Геодезия, геология, строительство шахт, подземные работы. В общем, очень-очень узкие специальности, но это неудивительно, потому что СПО, оно же на это и направлено, чтобы сделать квалифицированного специалиста среднего звена. Вот. И, наконец-то, инженерные науки. Дошли мы до них. Забегая вперед по ним, не меньше представлены специальности, для которой они рассчитаны. Но что касается инженерных наук, то мы подготовили книги по следующим направлениям. Судовождение, астрономия, материалы ведения, организация перевозок и управления на транспорте, строительство, основы строительного дела, разумеется, водоснабжение, водоотведение, технологические процессы в строительстве, архитектура, безопасность жизнедеятельности, разумеется, и безопасность охраны труда, детали машин, проектирование, метрология, электрические и гидравлические приводы, машиностроение, электротехника, энергетика. То есть это все здесь тоже будет дублироваться. Уже, да, минимум две книги есть у вас в копилке. Металлургия, нанотехнологии в машиностроении. Одна из новых дисциплин, но, тем не менее, она тоже пополняется и наполняется очень актуальной и качественной литературой. Более такие дисциплины, которые такие ручные работы, художественная обработка дерева, технология, дизайн, пищевая микробиология, физиология питания, санитария, гигиена питания, основы художественного конструирования, экологический мониторинг, экология, управление техносферной безопасностью. Одна тоже из новых специальностей. И, кстати, по ней у нас книги только 2020 и 2021 года. То есть это настолько новое направление, что мы были обескуражены тем, что книг по этому направлению фактически не достать. А дисциплина есть, ее надо как-то закрывать. Поэтому мы были очень рады, что нашлись авторы, которые пишут, пишут качественно. Покажу чуть позже, как именно, по этому направлению. Еще сюда же входят мелиорации, эрозия охраны почв, инновационные технологии в агрономии, лесная энтомология и так далее. Я выбрала некоторые обложки книг, чтобы вы просто представили, какой разброс, и в то же время какие-то узкие темы. Инженерные науки у нас представлены в направлениях и специальностях, которых не меньше, чем в технических. Поэтому более подробно изучите их позже. Ну а так, в основном, да, это и судовождение, и пожарная безопасность, и машиностроение, и легкая промышленность. Вот я вам пролистаю немножко. Электромеханики. Более того, здесь выбраны такие очень узкие специальности, на которые, может быть, сразу ты не обратишь внимания, но тем не менее книги подходят под них. Более того, они написаны под них. Вот, посмотрите, пожалуйста, технологии машиностроения, художественное оформление изделий, дизайн костюма, легкая промышленность, искусство костюма, изобразительные прикладные виды искусства, 54-я специальность, пожарная безопасность, землеустройство. Этому направлению мы недавно начали уделять внимание, но книг у нас уже накопилось с десяток, поэтому мы не собираемся останавливаться и будем двигаться дальше, потому что направление это очень и очень перспективное. Идем дальше. Медицинские науки. К медицине издательство гуманитарной направленности, таким, каким мы были, каким мы начинали, всегда подступало с осторожностью, потому что тема сложная, ответственная, и готовить литературу по ней тоже нужно было с таким ответственным подходом, поэтому мы очень долго к ней шли, к этим дисциплинам, и рады, что у нас получается формировать такой пул книг, который охватывает от каких-то общих, от гигиены и общего медицинского здоровья до навыков в хирургии, то есть это очень большой и аккуратный пул книг по медицине. Нами охвачены такие дисциплины, как медицина, гигиена труда, гигиена и экология человека, общая гигиена, гигиена питания и здоровья населения, общая и коммунальная гигиена, анатомия, иммунология, сестринское дело в хирургии, общественное здоровье и здравоохранение. По направлениям и специальностям мы подготовили книги по 31-й клинической медицины, 32-я науки о здоровье и профилактической медицины, разумеется, сестринское дело, лечебное дело, профилактическое дело, акушерское и медицинский массаж, но это такая внутренняя. То есть здесь мы подходим очень аккуратно и вот к комплектованию книгами этого направления, медицинских наук, мы и дальше будем подходить с большой выборкой и осторожностью. Исторические науки для среднего профессионального образования. Ну, мы гуманитарное издательство, поэтому для нас это не составило труда. Знакомство многолетнее с отличными авторами, для нас это было не очень сложно. И здесь исторические науки представлены нами в таких дисциплинах, как история европейских стран, всемирная история, история России, отечественная история и библиографоведение. Книги подготовлены по таким направлениям и специальностям, как история археологии, искусство знания, МХК, образование педагогической науки, профессиональное обучение, социология и социальная работа, документационное обеспечение, библиотековедение, культуроведение и социологические проекты. Вот по таким специальностям. И, наконец, социальные, общественные и гуманитарные науки это один из самых наших больших массивов. И, как я уже говорила, учитывая, что наше издательство преимущественно гуманитарной направленности, и опыт работы в этом направлении исчисляется уже десятками лет, то представить вам содержание вот данного раздела в том же ключе, что и предыдущий, перечислить все специальности, все дисциплины, содержащиеся в этом разделе, я, конечно, могу только с помощью перечисления отраслей, для которых мы подготовили эти книги. Это социология, социальная работа. Вот слайдик этих отраслей. Экономика, причем в экономике мы охватываем и бухгалтерский учет, и аудит, и экономику труда, и налоги, менеджмент, маркетинг, логистика, дело производства, правоведение. Здесь у нас отрасли права, административное право, безопасность жизнедеятельности, культурологии, науковедения, педагогика. Педагогика тоже обширный пул у нас, в принципе, и вузовской литературы, и для ИСПО тоже очень и очень много накопилось. Это социальная и коррекционная педагогика, медиаобразование, дошкольное образование, общеобразовательная школа, средняя специальная и высшая, разумеется. Физическая культура и спорт, библиотечное дело, филология, лингвистик. Вот чуть-чуть вернувшись к библиотечному делу, вообще тенденция развития библиотечного дела, то, что среднее специальное образование с библиотечным делом выходит на какой-то другой уровень, библиотекарь – это уже не то, что было раньше. Это совсем не то, что было раньше. Это человек, который должен быть подкован абсолютно во всем информационной технологии. И вообще абсолютно все отрасли, которые возможны, он должен учитывать. От него требуют креатива, от него требуют медиаграмотности, абсолютно все. Поэтому рады видеть, что библиотечное дело растет, и более того, у нас для него есть что показать. Есть авторы, которые, мало того, что имея за плечами огромный библиотечный опыт, еще и пишут книги об этом. Ну, вот я чуть-чуть отвлеклась, потому что меня всегда поражало это направление, и сейчас, работая вплотную с библиотеками, с вузами и с другими издательствами, я вижу, что библиотечное дело, оно выходит на какой-то другой мега-уровень. Вернемся к нашему списку. Филология и лингвистика. Сюда входят и русский язык, и иностранный язык. И те фанаты, которые были у меня на новинках издательства, знают, что по иностранным языкам и немецкий, и английский, и французский. И мы для китайцев обсуждали. Все это у нас есть. Пул книг по иностранным языкам огромен, и для ИСПО они тоже есть. Литература ведения, разумеется, искусство. По искусству это не просто история искусств, хотя с нее мы и начали. Это еще и книги по дизайну, по музыке, театр, танец, киноискусство, философия, философия, логика, этика, психология. Вот весь пул книг, которые относятся к социальным и гуманитарным наукам. То есть мы не можем дать вам в рамках одного вебинара полные перечни специальностей, которые эта отрасль в себя включает. Вообще, каждая из отраслей включает в себя десятки книг, десятки дисциплин, еще больше направлений и специальностей, для которых эти книги были созданы. Поэтому я надеюсь, что вы просмотрите все дополнительные материалы к этому вебинару и увидите, что действительно это все соответствует и моим словам, и то, как это есть. Теперь, переходя к практической части, почему наш контент эксклюзивный для СПО? Дело в том, что наша работа с книгами для среднего профессионального образования это не просто найти книгу, которую можно было бы включить в эту линейку. Мы их делаем, понимаете, это большая работа. Не просто найти книгу, не просто найти автора, который напишет эту книгу. Мы делаем книги для СПО по специально разработанному техническому заданию. Имеем на эти материалы исключительную лицензию. Мы строго следим, чтобы все пункты технического задания выполнялись авторами. Мы требуем, чтобы название и содержание лицензионного материала соответствовали наименованию дисциплины и содержали основную информацию о дисциплине. Мы требуем, чтобы объем лицензионного материала был от шести авторских листов. В зависимости, конечно, от дисциплины, федеральном образовательном стандарте по СПО, базовой по выбору факультативной, но объем у нас всегда соблюдается. В структуру лицензионного материала, в структуру книги на выходе должны входить такие обязательные элементы, как современный вариант оглавления содержания с цифровой рубрикацией разделов и тем, параграфов, введение, содержание и такие аспекты, как цель издания, соответствие учебной программе, читательские адресы, вид учебного издания, его место в системе других учебных изданий по дисциплине, актуальность, степень новизны, особенности авторской концепции. Все это было указано, чтобы компетенции на приобретение которых направлено изучение дисциплины были, методические рекомендации по использованию этой книги, этого материала в учебном процессе, чтобы была общая характеристика структуры лицензионного материала, структуры будущей книги, особенности эффективного использования аппарата издания, дидактического, библиографического, справочного и тому подобное. Основная часть, самая крупная по объему, должна состоять из глав или разделов. Каждая глава делится на параграфы. То есть я вам сейчас рассказываю про структуру и про техническое задание, про технические требования, которые мы предъявляем каждому нашему учебному пособию или учебнику для среднего профессионального образования. Параграфы должны соответствовать темам рабочей программы. Лицензионный материал должен включать в себя 4-5 глав или разделов. В рамках каждой главы не более 4-5 параграфов. Каждая глава сопровождается дидактическим аппаратом. Это может быть практикум с контрольными вопросами, практические задания, контрольные тесты для усвоения пройденного материала. Должно быть обязательно в этих материалах заключение с кратким обзором и обобщением усвоенного учебного материала. Обозначением его роли в образовательной программе, логических связей с другими дисциплинами, применимостью для решения практических профессиональных задач, список терминов или глоссарий, содержащий в алфавитном порядке все определения, встречающиеся в тексте. Дополнительные разделы, которые содержат список из не менее чем 25 тем для самостоятельной работы. Вопросы к итоговой аттестации включены в каждое издание. Ключи к контрольным тестам. Должен быть библиографический список, который включает от 50-ти наименования использованной и рекомендованной литературы. Это могут быть нормативно-правовые акты, учебники, учебные пособия, а также практикумы для уровня не выше бакалавриата. Статьи в научно-популярных изданиях по исследуемой проблематике интернет-портала. Без них сейчас никуда, поэтому мы максимально актуализируем информацию. Вся эта информация, разумеется, должна относиться к изучаемой дисциплине. Также сюда включаются словари, справочники и так далее. Информации, на которой основывается каждая книга, каждый учебник или учебное пособие, должно быть достаточно для его создания. Но при необходимости, конечно, или по желанию, авторы могут приводить дополнительные материалы в качестве приложений. Этим нередко пользуются, потому что, может быть, приведение примеров каких-то форм документации, неунифицированные нормативные документы. Кроме того, конечно же, мы, как и к любой учебной литературе, требуем, чтобы материал сопровождался двумя рецензиями. Внутреннего рецензента, из того образовательного учреждения, где создана эта учебная пособия или учебник, и независимого внешнего рецензента. Я для примера вам поставила слайд. У меня даже есть вот эта книга, эта же книга. В ней вот все, что я перечислила, абсолютно все есть. Словарь терминов, ключи контрольным тестам, тесты, практикумы, список литературы, не меньше 50 наименований, их тут 55. В общем, полностью соответствовало это издание техническому заданию, по которому оно было создано. И мы можем взять любую книгу для среднего профессионального образования, и там будет та же картина. Вот за это мы отвечаем. Именно поэтому наш контент эксклюзивный. Мы делаем книги для СПО. Мы смело можем утверждать, что контент, который мы предлагаем, он действительно качественный и актуальный. Ну, особенно приятно отмечать, что многие вузовские авторы переключаются на написание учебников и учебных пособий именно для учащихся СПО. Это значит, что мы совместными усилиями квалифицированных специалистов, знающих искренне интересующихся выбранной профессию, делаем, и что их станет гораздо больше. В настоящий момент наше издательство выпустило, как я уже говорила, около пяти сотен изданий именно для среднего профессионального образования, и это не предел. Ежемесячно мы пополняем линейку книг для СПО по различным направлениям и специальностям. Все это новинки, обязательно размещаем в каталогах. Поэтому в материалах, которые вы можете оставить себе после сегодняшнего вебинара, есть файл в формате Excel. В нем есть полный перечень изданий нашего издательства именно для СПО. Изучайте, скачивайте, заказывайте. Если для вас важно иметь актуальную информацию по перечню изданий именно для среднего профессионального образования, то вы можете запрашивать актуальный прайс через менеджера, с которым вы работаете в нашем издательстве, например, либо по контактам, указанным на вот этом слайде, который перед вами. Я тоже надеюсь, что вы оставите себе эту презентацию, внимательно изучите направления и специальности, по которым готовы для вас книги. Конечно же, я приглашаю всех на ежемесячные бесплатные вебинары по новинкам издательства, где обязательно информирую о выходе книг и для СПО. И теперь вы знаете, что есть полкниг, которые уже готов. И те новинки, о которых я говорю, которые я анонсирую, они добавляются к этому пулу. И, соответственно, вы можете иметь всегда актуальную книгу, актуальное издание под рукой и пополнять свои фонды актуальной литературой. В общем, если хотите быть первыми, обязательно приходите на вебинары. Буду очень и очень рада. Я готова ответить на вопросы. И вот даже здесь вижу, по-моему, это Уссурийск, да? Литература по СПО действительно очень хорошая. И, несмотря на то, что я вам даже подборку не показала, а лишь указала на направление, по которым готовы книги, электронные издания, электронные версии каждой книги у нас и есть. И ВБС, университетская библиотека онлайн, мы тоже их включаем. Я хотела бы еще отметить, что вот за те два последних года, что мы работаем именно по созданию книг для СПО, у нас выросла степень заказов именно напрямую со средними специальными образовательными учреждениями. Причем абсолютно разные. Но что хочу отметить, конечно, не бывает учреждений СПО, колледжей, техникумов, которые бы взяли и заказали все 500 книг. Разумеется, это многое не нужно. Разумеется, все абсолютно необязательно иметь в своем учреждении образовательном. Многие выбирают именно те направления, по которым книги им действительно необходимы. Более того, например, наша любимая Петрозаводская консерватория, они уже знают, что у нас есть полкниг, и они выбирают всю линейку, но именно по своим направлениям, по своим дисциплинам и специальностям. Это правильно. Главное, чтобы все, что выбрали для своего образовательного учреждения, оно было актуальным, чтобы этим пользовались. Могу отметить, что книги, которые входят в электронном виде, допустим, ВБС, и те учреждения, которые подписаны на электронные версии этих книг, они все доступны становятся. Несомненно, актуальная литература повышает книговыдачу. Не важно, электронная на самом деле или это бумага будет. В любом случае, интерес к актуальной литературе, он в любом случае повысит книговыдачу. Это мы проверяли, в этом мы абсолютно уверены. Поэтому моя задача на сегодняшнем вебинаре донести, что эти книги есть, что за ними не надо как-то охотиться. Главное, как-то циклично проверять их наличие. А то, что они будут актуальными и сделаны качественно, вот за это мы отвечаем. Друзья мои, на этом у меня сегодня все. Как видите, в отличие от новинок издательства, вебинар ПСПО очень короткий. Мне бы хотелось рассказать про каждую книгу, которую мы там выпустили, потому что они действительно того стоят. Но я боюсь, что столько времени у нас с вами друг на друга нет. Если у вас появятся вопросы, смело пишите, задавайте. Какие-то выборки вам сделаем, подскажем. Я очень надеюсь, что наши книги для СПО не то, что вам пригодятся, а вы просто будете удивлены, что они есть, что есть по таким редким дисциплинам, специальностям, которые на самом деле очень сложно найти. И мы будем рады вам их предоставить. Если у вас вопросов никаких нет, я бы завершила эту встречу. Не забудьте, пожалуйста, скачать и презентацию, и файл с нашим каталогом книг для СПО. В каталоге вы найдете не только описание дисциплины, направление, специальности, но и аннотацию, обязательную аннотацию, в которой мы рассказываем, что именно внутри этого пособия. Рада была всех видеть. Приглашаю вас на новинки издательские в октябре. Приходите обязательно, будет интересно и обязательно. Продолжение следует...